Такую картину наблюдают туристы, которые добираются до Саратова по Волге. Облезлые стены, переполненные мусорные баки и лотки сувенирной продукции. Олег Грищенко вместе с председателем общественной палаты Александром Ландо провел на набережной космонавтов выездное совещание. Чего нужно? Какие деньги нужно покрасить вот эти перед началом сезона? Копейки! Сейчас земля у бывшего речного вокзала принадлежит пяти собственникам. Следить за территорией не хочет ни один город не имеет права благоустраивать эту часть набережной. Потому что земля находится в федеральной собственности, а здание в частной. Для решения проблем нужно передать землю городу. Поддерживает эту идею руководители области, которые подготовят необходимые документы в Росимущество с просьбой передать эту землю городу Саратову. Обязательно сегодня губернатору доложу и соответствующие письма будем готовить на Росимущество. В собственность города земля у речного вокзала перейдет только в следующем году. После этого, как обещают власти, Саратовская набережная будет мало отличаться от европейских аналогов. Поэтому сегодня нужно сделать все для того, чтобы федеральное агентство передало эту землю городу. Здесь будет все замастичено гранитным камнем. Установлены опоры световые красивые, клубы. Пока землю не передали в муниципальную собственность, следить за благоустройством набережной будет административная комиссия. Городская власть поможет владельцам земли наводить порядок у речного вокзала. Если набережная вся сделана, за ней ухаживают, за нее город отвечает. А здесь отвечает начальник речного порта или вокзала. Это же ужас. Часы на башне Саратовского речного вокзала часто ломаются. Сейчас одна сторона показывает время правильно, а другая только два раза в сутки. В 9 утра и в 9 вечера. Роман Гальперин, Олег Буланов. Новости телеобъектив.